МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Глядите уготым выпуском. Залог поспеху у кадрах. Семинар по питаниях развития агропромыслового комплекса прошел в Жлобинском районе. Часовый припынок предприемства Гомель-Шпалеры усталевывая додатковые фильтры на вытворчасти. Город учаканне цудау. Семня у Гомеля презентовали резиденцию Деда Мороза. А зараза б гэты меньшим, больш подрабязна. Беларусь пропановывая Карелии поставки техники, продукты ухарчаванне и супрацовненства у АПК. Перспективные накерунки сумесной работы семня у Палацы Незалежности Александр Лукашенко обмярковываў с кералніком гэтай пауночной рэспублики Артурам Парфенчыковым. Беларусі Карелия готовыя створыць сумесная працприемства па вытворчасти леса нарыхтовчай техники. Наш президент падкреслів, супрацовніство з российскімі рэгіонамі заусёды было праарытэтэтным. Дзержавы, звязаные тысэчамі нітак, Беларусі і Расія заусёды знаходзілі рашэнні непростых пытанняў. Гэта важна, улічываючы якая цікаваць до агульных праектаў ёсть ў рэгіонах. Моцныя сувязі цэніці нашы людзі. Карелія – важный для нас партнёр в северо-западном федеральном округе. Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании темпов торговли, продвижении деловых инициатив, поиски новых точек роста. В качестве перспективного проекта наша страна рассматривает создание совместного с вами производства лесозаготовительной техники «Амкадор». Это крупный важный проект, и мы очень рассчитываем впредь на вашу поддержку при реализации этого проекта. Так само Беларусь готовая да помогчы у развити сельской господарки у Карелии и у звядзенні жылых микрорайонов под ключ. Нам цікавы вопыт Петрозаводска у рыбной галине, причым ёсть намер не просто закуплять готовую продукцию, а брать сыровину и пропрацовывать на своих заводах. У планах повеличить агульный товарооборот до 100 млн долларов за наступные два. Семинар по пытаннях развития агропромыслового комплексу прошёл сегодня в Жлобинском районе. По сути, он стал своей особливой учебной пляцовкой для керавников, які знаходятся у резерве кадров администрации президента и гомельского аблвыконкама. На прикладе господарок района яны выучали особливости работы Галины и шляхи выращения иснуючих тут проблем. Подробязанности у Олега Синсерова. У зале посаджения у Жлобинска гора и Ваканкама представники региона, які заявляються кандидатами на посады керавников предприемців і державних органів розного узровню. Помощник президента, інспектор Пагомницкой области Юрий Шалейкакажа, що сьогодні в Беларусі проходит оптимізація методів роботи с кадрами. Особливо значно недохоб спеціалістів зараз у сельських господарствах, як цю проблему необхідно выращать. Проведення семинару добрая можливість проаналізувати делові якості кожного претендента. Ми посмотрим їм в душу, ми посмотрим, пообщаємся, ми попытаємся во время беседи определити їх настроение, хто, що хоче, для того, щоб понимати, в якому русле обучати человека і, условно, з третього міста його як лучшого ставити вже на перший, розсматриватися в будущому як на самостоятельний руководитель і замістителю. С тільки кадровими питаннями проблеми в'язки не обмежовуються. Все це ситуація в агропромысловому комплексі ускладнилася ще і климатичними умовами, недобору збожжя і погаршення пакаччихів вже вілогадовлі – це реалия, яке зараз необхідно улічувати кожному керівніку. Ми не добрали зернових 36 тисяч тонн, із-за чого потеряли 9 мільйонів рублій. Якщо б ми це добрали, то у нас був показателі як валове производство продукції, ми выходили б на своє задання даже і більше, на задання 102,5%, а так би ми вишлі на 103%. Рост громадського статку – задача номер один. Гэта дозволіць не тільки термать додаткову продукцію, але й загрузіць можутність перапрацовчих підприємців. У програмі роботи семінара наведування жовінського місокамбіната, недохоб саравіны, невысокі обйоми витворчіці, складанная фінансова ситуація і недохоб кадров. Для варашення гэтых проблем потрібні спеціалісты високій кваліфікації і з відповідними відносинами до справи, гэта ж ціцца і сільськогасподарських підприємців. Оборолі керівніка у сільськогасподарців на прикладі державного підприємства Стреченскі. У 2016 році суточна надія на корову тут не досягав і 3,5 літрів. Після зміни директора зараз гэтый пікарчик пілячався у троя. Новий керівник навел елементарний парадок, а так само змінив технології утримання і кормлення жівел. З наступного года на Огомщені планується увісити нову систему оплаты керівників сільськогасподарських підприємців. Досягнення півних плановых пікарчиків поспраяє з нашим повільченню к зарплате. У свою чергу отриманная додаткова продукція дозволить поліпшись финансовий стан господарки і як вийнік узровінь життя вязковців. Що такі ста недохопу кадру, який є у многих господарках, то в Жлобинському районі за цю проблему ворушують за допомоги сільських ваконкаму. Більша проблема – це у кадрах. Ми стараємося взаємодіювати з ОПР Скурненським. Всіда обращається він ко мене, якщо когось не хватає чи когось треба, я стараюсь йому допомоги, подіскати кадри. Якщо де-то хтось випиває, ми їх закодируємо і обратно вважаємо в хозяйство. В цьому году в рамках декрета номер 3 було въездне засідання райисполкома, куди було 15 безработних, із них 8 чоловік ми трудоустроїли тукаво в ОПР Скурненській. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадио компанії «Гомель», Жлобинський район. У Беларусі поширенний пиралік категорий громадян, яких не будуть уключати у базу дадзіних, не занятых у економіце. Отповідна інформація утримлюється у постанові Совета Міністрів. У список уключені власніки майомаці коммерційних організацій за выключеннім акціонерних товарыстваў. Тут жа жонкі і мужі спеціалістаў, які праступіли до працы па размеркаванні або на керунку у мясцовасті, дзе ў гэты час тяжка знайсці працу. Сюды ж аднеслі громадян, які знаходяться пад дэспансерным наглядам за хронічных або затяжных психічных расстройстваў. Гэта не тычыцца залежнасті ад алкоголю, наркоты, каўці таксічных рэчаваў. У пераліку ў жонкі і мужі дэпламатов, які знаходяться за мяжой. Таксама батькі, калі іх дзецяці, спаўнілася сім гадоў ў паўгодзі, за якое фарміруецца база дадзіных. Нагадаем, паранейшаму дазанятых у экономіце адносяць тых, хто працуе падагаворы або контракці, індивідуальніх прадпрымальнікаў, адвакатаў, нотариусаў, рамеснікаў. Тых, хто займаецца агротуризмам. Таксама ў СПІСІ, члены національных і сборных спортывных команд, безпрацовныя, зарегістраваныя ў центрах занятості і шмат інших катыгорай. Інформаванні грамадзян, якім треба будзе аплочуваць паслуги ЖКГ па экономічно-абгрунтованных тарыфах, будзе жыцявляцца прасквітанцыі абаплаті. Дадатковые фільтры і новыя фарбы. Прадприемства Гомель-Шпалеры выращая проблему з'явлення непрыемнага паху ад вытворчасті. Зараз участак па вытворчасті вініловых шпалер не працуя. Часовы прыпынак зроблены для монтажу дадатковой системы фільтров. Конструкція беларускай вытворчасті з немецкімі фільтруючымі матеріяламі. Па разліках спеціалістаў БДУ і Белдута, пасля яе запуску будзе більш эффективна уловлівацца речівы, які з'являюцца прычына непрыемнага паху ў поветры. На сьогоднішній день ўже закуплены новыя краскі, каторые не садержат ароматічніх вещец, каторые даюць вот этот неприятный запах. В ближайше время они будуть испытаны і сделаны заключення. На предприемстві мкнуцца выращыць проблему назавжды. Сітуація на особистым контролі старшыні Гомельськага Аблвыконкаму Владіміра Дворніка. За выкидами ў поветра адвитворчасти сочат санітарная служба і комітет природних ресурсів і аховы новокольного сяродзі. Як показали дослідовань, непогрозы для життя і здоров'я людей не існує. Рух городського аутобуса до посёлка Червоный Маяк Гомельськага району протягнули до 22 годин. З відповідной просьбой на промую лінію старшыні Аблвыконкаму Владіміра Дворніка звернулася жихарка обласного центра. Як вырашилася транспортное питання, доведалася Ганна Коральчук. Ніна Кляментьева постоянно проживаю у Гомеле, однак я і сын, жінка, недавно набылі жилёв посёлку Червоный Маяк. У будні невестка працює у Гомеле до половы 10-й години вечера. Сын так само часом затримлюється на роботі. Особистого транспорту у їхня ма, опошний автобус до Червоного Маяка отправлявся з вокзалу 20 годин 20 хвілін. Тому молоді людзі доїжджали на 4-м автобусі до припинку на вулиці Пугачіва. І яшчы 4 кілометра і шли пешу. Дорога займала більш за годину. Уявіть, що кожний день пасля роботі люди робять таку дарогу до дому пешу, тяжко, особливо у Зимку і у Темрі. Ніна Клементіва каже, що кожний вечір не могла спокійно заснути і чакала звонка від дітей, які добралися до дому після 23 години. Першого Снежня Жаншина потелефоновала на прямую лінію до старшини Гомельського облвоконкаму у Владимира Дворника с просьбою об допомозі. Настільки искренне благодарна Владимиру Андріючу, що, понимаєте, без всяких там а вот там как, вы там и этот, вообще без вопросов. Он говорит, «Вы знаете, что это настолько было вот по-человечески просто, вот праздник был, это когда мне через пару дней, через 3-4 дня позвонили и говорят, ну все, в 22 часа есть автобус и мои дети вчера уже ездили на автобусе». С десятого Снежня руха раскола автобуса номер 60 вокзал вулиця Каштанова протягнули. Тепер уапошний рейс Йон отправляється у 22-й години. А кроме того, в той же день стартувал новый автобусный маршрут номер 61 вокзал вулиця Полякова, який так само проезжает празд поселок Червоный Маяк и накеровывается у Романовича. 61-й автобус выконывает 4 рейсы в будние дни и 2 рейсы в выходные. Керівництво предприємства Гомеля облатотранспорт подкресливое. По ширине транспортной сетки города потребует певных умов. При этом запотребованность нового маршруту пассажирами только одна из их. Обращений поступает нам определенное количество. Это зависит в том числе и от допустим от разрастания определенных районов либо населенных пунктов. Для транспортного сообщения необходимы определенные дорожные условия в том числе и остановочные пункты которые будут обеспечивать безопасность перевозки и в том числе для пассажиров. Поэтому в настоящий момент дорожные условия улучшены и в связи с обращениями в том числе и граждан которые там проживают нам принято решение об организации в том числе и дополнительных рейсов и маршрутов. Ганна Корольчук, Александр Харлампов, телерадиокомпания Гомель. Сегодня у Гомеля ознагородили переможцев и удельников областного конкурса патриотичного выхования спадшина. Творчее споборництво проводили в шестый раз. Наученцы и супрацовники профессийно-техничной и середней специальной эдукации дослали на конкурс МАЛЬ-300 работ. Номинации 5 доследшая литературная прация видеоролик, хореография и компьютерная графика. Темы агульные год малой родимы и ста годзе утворение комсомолу. Члены жюре означают, с каждым годом удельники рыхтуются больше грунтовно и часом вызначить пироможца установится непростой задачей. Уровень конкурса с каждым годом очень сильно растет. И в этом году работы были более серьезные, более солидные, со знанием дела, со следовательскими какими-то моментами. Поэтому я считаю, что этому конкурсу быть. Он весьма полезный и нужный конкурс. Я думаю, что с каждым годом количество участников будет увеличиваться. Пироможцы и удельники конкурсу патриотичного выхования спадчина отримали подарунки от организаторов Головного управления Дукации Аблы Конкама и областной организации Белой Руси, а так само партнеров Уихлику и Талерадуя компания Гомель. Сегодня вечером на Головной площади Гомеля отбылась встреча с Головными героями новогодних святов Дедом Морозом и Снягуркой. В программе первого святочного вечера забавы и конкурсы новогодней елки. Настроение прекрасное, новогоднее. Пришли сюда очень радостное событие. Приехал Дед Мороз. Для ребенка праздник и для родителей соответственно праздник. Штодемную работу резиденция Деда Мороза у Гомеля почнет 25-го Снежня. С этого дня и по 7-го студене гомельчане смогут погуторить с господаром резиденции и его сябрами. Тут же будут працевать святочные пляцовки и хандлевые роды. Все лето на центральной площади Гомеля у першиню усталевана пиксельная новогодняя елка. Ее упрыгожили 120 гирлянд и амаль 60 тысяч ультраярких пикселей, у которых створяют одинную светловую сетку. Новая концепция выкористана и при упрыгоживании самой площади. В одну композицию выстроены пять арок с корунковым орнаментом. Заявилась новая арка за релями. Столизованный светловый городок утворяют 60 невеликих елок. Так само на площади разместились оголовные символы доходящего и будущего года, знаки задыяку и иншие фигуры. Волонтерское Тимуровским форумом сегодня стартовала, что годовая областная доброчинная акция «Отсуды на коляды». Ее суместно проводят БРСМ и пионерская организация. Удельники форума презентовали свои инициативы и обмерковали пытанье развития доброчинного руху на наступный год. Лепшие отрады доброхводников отримали грамоты и подарунки. В завершении форума волонтеры дали старт доброчинной акции «Отсуды на коляды», до какой доречи может долучиться кожным. В рамках акции волонтерские отрады усталюют в своих первичных организациях и буйных гандловых центрах в области «Елки добра». Если их будет организованный сбор подарунков, будут ладиться и святочные программы для детей. В этом году выбран улуковский вспомогательный дом интернат. Мы очень надеемся, что наши волонтеры и тимуровцы помогут нашему социальному учреждению и окажут нужную поддержку. «Авангард» 20-е ста годзе. Работы Рене Магрита, Марка Шагала, Сальвадора Дали ввошли экспозицию, которую открыли в галерее Гаврила Вашченки. Из выше 50 авторских литографий мастаков авангардистов продоставил Санкт-Петербургский арт-центр. У одной выставочной просторы работы знакомитых на весь свет авторов, известных экспериментаторов и новаторов 20-го ста годзе. Это представники экспрессионизма, абстракционизма, геометричного мастатства. Авангардисты отразнивались не только по технице и стилисты в выполнении работ, но и володали принципово разным светоотчуванием. Так, работы бельгийского сюрреалиста Рене Магрита худшей нагадывают ребусы. Натюрморты французского живописца Бернара Бюфе характеризуются меланхоличным настроем. На супрать житерадостными фарбами грают картины нидерландского живописца Карела Апеля. Искусство авангарда может восхищать, удивлять, вызывать какие-то эмоции, однако оно не может оставить равнодушным любого, кто сегодня посмотрит эту выставку. Надо сказать, что география этой выставки широка, начиная от России, Франции, Соединенных Штатов Америки, Германии до Японии, Вьетнама. Экспозицию дополняют информационные стенды и видеоматериалы. которые рассказывают о творчестве мастеров авангарда 20-го года. Это и так и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.twergomil.by На этом выпуск завершен. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Попытка ввести в Беларусь оружие была успешно пресечена сотрудниками таможни и Госпогранкомитета. Сокрытые от таможенного контроля пистолета также патроны и составные части оружия были обнаружены у гражданина следовавшего из Украины через пункт пропуска Веселовка. В пункте пропуска Веселовка совместно с сотрудниками пограничной службы с использованием металлодетектор установлено нахождение металлических предметов под одеждой гражданина. Все обнаруженные предметы изъяты сотрудниками гомельской таможни и направлены на баллистическую экспертизу. Оружие было плотно упаковано и прикреплено скотчем к рукам перевозчика. Кроме того, при досмотре автомобиля, на котором следовал мужчина, в нише запасного колеса багажника обнаружен патрон, а под капотом сверток с 20 патронами калибра 9 мм. До окончания экспертизы в отношении гражданина проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сегодня утром на трассе между Гомелем и Речицей около моста через Днепр пять фур заблокировали движение в одном из направлений. Затор произошел в результате столкновения легкового автомобиля Ford Focus с грузовой сканией. Остальные четыре автопоезда из-за резкого торможения развернуло поперек мокрой дороги. По предварительной информации пострадала пассажир Форда. Женщина доставлена в больницу. По информации гидрометцового центра на территории Гомельской области ожидается ухудшение погодных условий. На большей части региона ожидается понижение температуры воздуха, снег, мокрый снег на отдельных участках дорог гололедится. С утра в областном центре наблюдались мелкие дорожно-транспортные происшествия. Одну из аварий запечатлела наша съемочная группа на улице Советской. Экипажи ДПС сегодня работают в усиленном режиме. Водителям необходимо быть предельно внимательны на дороге, учитывать боковой интервал, а также интервал впереди движущегося транспортного средства. Также выбирать максимально оптимальную скорость движения для данных погодных условий. Пешеходам необходимо быть очень внимательными на пешеходных переходах и при переходе дороги всегда убеждаться в безопасности своего маневра. Семь человек пришлось эвакуировать из-за пожара в одной из многоэтажек Калинковичей. Накануне спасатели районного подразделения МЧС выезжали на тушение возгорания в доме на улице 60 лет БССР. По прибытии к месту вызова из двушки расположенной на третьем этаже шел дым. Хозяйка квартиры пенсионерка 1957 года рождения в момент возникновения пожара находилась у соседки. Спасатели эвакуировали семь человек с четвертого и пятого этажей. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Одна из рассматриваемых версий нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле завершился международный фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь». Состязались, напомню, юниоры и юниорки 2000-2001 годов рождения, а также юноши и девушки 2002-2003 годов рождения из Беларуси и России. Комплекты наград разыграны на беговых дорожках в секторах для прыжков и метания ядра. Представители Гомельской области показали высокие результаты и не раз поднимались на пьедестал почета. Стоит отметить выступление юниорки Полины Злотниковой. В секторе для прыжков в длину Гомельчанка не только установила личный рекорд 6 метров 33 сантиметра и выполнила норматив мастера спорта, но и повторила национальное достижение среди юниоров, установленное Натальей Сазанович еще в 1991 году. Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2018 года Кристина Концевенко выиграла две награды. В секторе для прыжков с шестом Гомельчанка преодолела планку на высоте 4 метра и взяла золото. Кроме того, у нее серебро в забеге на 60 метров. Хорошая новость. Женская команда гонбольного клуба Гомель в обоих поединках одной восьмой финала Кубка Вызова заручится поддержкой родных трибун. Матчи против хорватской команды Кока пройдут в Гомеле на паркете дворца игровых видов спорта. Первая игра за путевку четвертьфинал турнира состоится 2 февраля. Ответная на следующий день. Пока же о Еврокубках подопечным Томожа Чаттера думать рано. Сейчас они готовятся к субботней игре против главного соперника в национальном чемпионате столичного Бенте Убилас. Игра пройдет в Минске. На своих тренировочных буднях команда рассказала видео появившимся на сайте клуба. Напомню, что в первом круге Гомель уверенно обыграл оппонента на своем паркете 28-23. Гомельская команда «Энергия» начнет второй круг чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд выездными поединками против Могилевского коммунальника. Матчи пройдут 15 и 16 декабря. В первом круге гомельчане оба раза были сильнее соперника с одинаковым счетом 3-0. А через неделю большой волейбол пожалует в Гомель. Областной центр будет принимать финал четырех кубка Комотив пройдут полуфиналы. «Энергия» сыграет со строителем а «Шахтер» с Батэ БГУФК. В воскресенье 23 декабря состоятся финалы матч за бронзу. Сегодня в Ханты-Мансийске стартует Кубок мира по боксу нефтяных стран в памяти героя социалистического труда Фармана Салманова. На турнир отправились 8 белорусских боксеров, среди них и гомельчанки. Оспаривать награды будут воспитанницы Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств Алина Вебер и Анастасия Бушенкова. В Кубке мира по боксу нефтяных стран в нынешнем году примут участие более 180 боксеров из 17 стран. Боксерские поединки пройдут в 14 весовых категориях. Десяти у мужчин и четырех у женщин. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.